Сытым он снова просил еды, что ли? Он ел всегда без меры. Постоянно ел, он не понимал, чувствовал сытости, что что-то голоду не было. Скорее всего, у него жёлтый просто растянут. Теперь уже бывший опекун, родной дядя трёхлетнего ребёнка, не желает показывать лицо. Поэтому на вопросы журналистов он отвечает лишь через слегка приоткрытую входную дверь в собственную квартиру. Да, в садике он тоже питался, только ему, блин, если бы добавку давали, он потом вообще как колобок ходить не мог. Ел безмерно, страдал ожирением, рассказывает Михаил. Поэтому за питанием ребёнка здесь чётко следили. Однако эксперты не подтвердили проблемы мальчика с лишним весом. На видеоролике, который потряс всю Россию в начале этой недели, видно, что женщина отщипывает ребёнку кусочек блинчика, а спустя время просит выплюнуть еду обратно. На столе тем временем красуется початая бутылка алкоголя и красная икра. Мальчик начинает плакать, после чего женщина отправляет ребёнка спать, предварительно несколько раз ударив беззащитного несовершеннолетнего. «Ты что орёшь? Ты что орёшь? Сюда ехать? Мне сказали, пойдёшь спать и сам, да? Пошёл спать». Видеоролик появился в соцсетях несколько дней назад, а записан он был ещё в середине лета, говорят эксперты. Тогда же тревожный звонок поступил и от неравнодушных граждан. О ситуации стало известно. 18 июля был анонимный звонок о том, что на домовой территории гуляет женщина с ребёнком и предположительно у ребёнка на теле следы побоев. Органы опеки и сотрудники полиции очень быстро отработали эту ситуацию, выявили, кто это может быть. Факт подтвердился, и ребёнок незамедлительно был изъят из этой семьи. Родную мать Арсения лишили родительских прав из-за чрезмерного употребления алкоголя. Отец неизвестен. От своего крыла мальчика решил взять родной дядя. Долгое время, по словам Михаила, племянник называл его папой. Однако после издевательств несовершеннолетнего ребёнка из семьи опекуна забрали. И началось следствие. Трёхлетний мальчик ходил в один из детских садов города Елизово. Собственно, там же и работала и жена опекуна, которую сейчас подозревают в совершении преступления по статье «Истязание». Сразу после случившегося, 18 июля 2019 года, женщину, 39-летнюю, сразу уволили из дошкольного учреждения. Сейчас почти 4 месяца мальчик 2016 года рождения находится в другой приёмной семье, которая планирует его усыновить. По заверению специалистов, сейчас себя ребёнок чувствует гораздо лучше. Отношения очень хорошие, он себя чувствует замечательно. Вот здесь можно быть спокойным. Но мы, конечно, будем отслеживать эту ситуацию и будем следить за его судьбой. Ход до следственной проверки на личный контроль поставил и председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. После появления видеороликов в сети в отношении жены опекуна было возбуждено ещё одно уголовное дело. По версии следствия, с марта по июнь 2019 года подозреваемая с целью добиться от малыша, находящегося под опекой её супруга, послушания, трижды нанесла ему удары ладонью по ягодицам и затылку. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления. В отношении опекуна также было возбуждено уголовное дело об истязании. Мужчина признался, что выпрал мальчика за то, что ребёнок без спроса включил электроплиту и чуть не устроил пожар. Стеклянная чашка, стоявшая на ней, из-за высокой температуры взорвалась и разбудила в 7 утра родителей. Но вы после этого, то, что он натворил, вы его избили, я так понимаю, правильно? Нет, да. Сейчас следствие по данному факту завершено. 40-летний Михаил ждёт повестки в суд. Тем временем эксперты напоминают, что если вы стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетними, необходимо позвонить на горячий телефон полиции или лично уполномоченному по правам ребёнка в Камчатском крае. Их номера телефонов вы видите на экране. Лиса Натыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка.